На Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» состоялась пленарная сессия «Дальний Восток. Земля приключений». Её участники обсудили вопросы развития дальневосточных регионов и туристической отрасли. На третьем Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» состоялась панельная сессия «Дальний Восток. Земля приключений». Участники дискуссии обсудили точки притяжения активных туристов на Дальнем Востоке, Ключевые моменты при создании контента о путешествиях, а также условия участия в конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Ты приезжаешь два дня, один день участвуешь в каких-то форумах, делаешь воркшопы, плюс один, два, три дня ты путешествуешь, смотришь окрестности, наслаждаешься природой, пробуешь вкуснейшую, разную дальневосточную кухню, потому что в разных регионах она очень разная. Поэтому, безусловно, это приключение, и это очень не похоже на всю остальную Россию. Второй сезон конкурса начался 1 мая этого года. До оценки жюри уже допущено 162 короткометражных фильма о путешествиях по Дальнему Востоку. Чаще всего участники отправлялись в поездки по Сахалинской, Амурской областям и Хабаровскому краю. Это доказывает, что удивительные и уникальные места Дальнего Востока доступны для всех. Чтобы люди сюда поехали, они должны понять, во-первых, куда ехать, а во-вторых, очень четко осознать те условия, с которыми они встретятся. И быть к этим условиям готовы. Поэтому все то, что делают команды, представляющие фильмы на проект, пусть они даже где-то, может быть, не дотягивают до профессионального уровня. Где-то что-то чего-то не хватает, но они своими работами просто показывают те реальные условия, где люди путешествуют. И это, на мой взгляд, очень важно. О своем опыте участия в конкурсе рассказал Ян Попов, фотограф из Хабаровска. В первом сезоне конкурса его фильм о путешествии на Камчатку на Авайчинский вулкан занял первое место. В этом году путешественник уже побывал в новом месте. Он говорит, что не обязательно иметь профессиональную технику. Достаточно захватить обычный телефон с камерой, и можно отправляться в путешествие. 15 дней, две реки, достаточно дикие, Зевай-Бекин. Заброска была на вертолетах, на внедорожниках. То есть, ну, серьезное достаточно приключение. Вот, маршрут у нас составил в общей сложности 300 километров. А если Зевай – это очень такая глухая река, то Бекин, она более такая равнинная. Протекает по природному парку Бекин соответствующему. Вот, ну, там, на самом деле, у нас было все. Вот, за 15 дней нас и засыпало и снегом, мы успели там попереворачиваться. Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Дальний Восток. Земля. Приключения», необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии по региону Дальнего Востока. И до 30 декабря 2024 года направить его на оценку жюри на сайт путешественник.дв.рф. Главный приз за лучшее видео составляет 3 миллиона рублей. За победу в одной из номинаций можно получить 1 миллион рублей. За второе место в номинациях по 300 тысяч, третье место в номинациях по 100 тысяч рублей. Также губернатор Чукотки Владислав Кузнецов ввел отдельный приз в 1 миллион рублей для участников, заявивших путешествие по Чукотке. Владимир Никиченко, Вести, Чукотка.